Любовь к родине – первое достоинство цивилизованного человека. Пожалуй, именно эта фраза как нельзя лучше описывает настрой участника форума «Воспитываем патриота». На его площадке собрались те, кто участвует в развитии этого направления в нашем регионе, чтобы поделиться идеями, перенять опыт и обозначить цели дальнейшей работы в этом направлении. Форум «Воспитываем патриота» в Звездном вот уже шестой раз собирает всех неравнодушных к патриотизму людей. Церемония открытия, как всегда, завораживает. Здесь и танцы, и песни военной тематики, и даже самолеты, рисующие в мирном небе пленительно чарующую мертвую петлю. Пожалуй, после такого не проникнуться духом патриотизма сложно. Ну и, конечно, самые главные действующие лица этого мероприятия – молодые ребята. Сегодня они участвуют в форуме в качестве активистов кадетского движения и развития патриотизма в целом. Приехали сюда командами из разных уголков края испытать себя в гонке героев. Ведь здесь, как и в жизни, без поддержки ближнего не обойтись. Патриотизм в одиночку не совершается. Патриотизм – это команда, патриотизм – это сила, патриотизм – это коллектив. Звездный – это площадка для взаимодействия профессионалов и активистов в сфере патриотического воспитания населения. Здесь, в рамках работы нескольких тематических площадок, участники демонстрируют свои достижения и наработки в этой области. Здесь же высокий шанс найти единомышленников и получить общественную и краевую поддержку. Неподдельный интерес участники форума проявили и к выставкам военных наград и подвигов героев. Эта экспозиция была создана под руководством Василия Тетлянова, руководителя Музея истории индустриального района города Перми детско-юношеского центра «Рифей». Некоторые были награждены как гвардией рядовой Вадюхин и Георгиевским крестом года Первой мировой войны и орденом славы Третьей степени. В Великой Отечественной войне он его получил за то, что с поля боя вынес 30 человек. Он санитаром служил. То есть, о чем это говорит? О приятности, традиции российской, русской, советской и опять же российской армии. Согласны, да? Конечно. Особый подход в регионе сложился и в направлении развития кадетского движения. В последнее время все больше школ благодаря краевой и государственной поддержке открывают кадетские классы. Необходимы новые подходы патриотеческого воспитания, чтобы подготовить достойных граждан, тех, кто знает и гордится историей своей Родины, умелых, сильных защитников Отечества. Считаю, что решение таких задач по плечу к кадетскому движению. С 2018 года в бюджете прикамья на эти цели ежегодно выделяется по 10 миллионов рублей с учетом трехлетней перспективы. Финансирование реализуется в качестве грантов, которые выигрывают школы при защите проекта. У нас было 29 только школ, в которых были кадетские классы. На сегодняшний день уже 37. Это не только грантовая поддержка дала толчок, а в принципе развитие патриотическое направление и воспитание детей дает нам вот такие результаты. В прошлом году было заказательным собранием, благодаря инициативе Сергея Леонидовича Яшкина в бюджете Пермского края на три года выделены деньги по 10 миллионов рублей на гранты школам с кадетскими классами. Как отмечают сами учителя, кадетские классы – это хорошее подспорье как для детей, так и для родителей. Кадетский класс, мы считаем, что это очень хорошая форма в работе по профилактике правонарушений. Дети заняты в течение всего дня. И раз ребенок занят, он, естественно, уже не занимается какими-то, не делает правонарушения, не занимается плохими делами. Ну и, во-вторых, эта форма востребована со стороны родителей. Во-первых, ребенок становится самостоятельным. У него появляется ответственность. Ответственность не только за себя, но и за товарищей, потому что они часто участвуют в командах за общее дело, за любовь к малой родине, за любовь к семье. Я думаю, что из этих всех составляющих складывается понятие патриотизма. Знаете, вот такая гордость. Не пасами руководители убеждают детей идти в эти кадетские классы, а есть с чем работать. То есть есть то, что дает возможность ребенку себя реализовать, так ведь? Вот это самое важное. Это то, чего нам не хватало, потому что мы понимаем, что важно воспитание ребенка. Но с чем работать, вот сегодня это есть. О понятии патриотизма и любви к родине на форуме говорили сразу на пяти дискуссионных площадках. Здесь же проходили мастер-классы, театральные, творческие и интеллектуальные мероприятия, расположилась выставка военной техники и даже высокотехнологичная экспозиция. В рамках форума участники могут не только поучаствовать в дискуссионных площадках, но и даже на некоторое время стать водителем настоящего танка. Вот и мы сейчас попробуем. Поехали! Пожалуй, особенно интересно в этом смысле для школьников, ребят постарше и людей сознательного возраста выставки, рассказывающие истории знаменитых боев, подвигов и героев, о которых знают многие. В этом смысле для пермяков близка история молотовской танковой бригады. Они освободили Прагу, награждены 20 медалями от Верховного Главнокомандующего, получили 4000 орденов и наград за заслуги перед Отечеством. И это наши земляки. Вот у меня за спиной, например, выставка. Выставка, посвященная молотовской танковой бригаде. Совершенно уникальная история, да, когда действительно люди в годы войны добровольно шли на фронт, шли в нашу пермскую часть, которая называлась молотовская танковая бригада. На одно место в бригаде было до 20 заявлений подавалось. То есть это действительно был реальный подъем. Вот здесь, когда подлинные архивные материалы каким-то образом живо подаются, они должны находить и находят отклик, мы в этом убеждаемся. Развитие вот того движения, которое сегодня происходит, имеет абсолютно точный адрес. Это подрастающее поколение. Мне кажется, это принципиально и важно. И создание сегодня среды образовательной, воспитательной среды именно в учреждении образования, в дошкольном и школьном учреждении, это, мне кажется, наша общая задача. Поэтому и сегодняшний форум призван к тому, чтобы объединить усилия всех сторон. Это администрация, это общественные инициативы, это социально ориентированный бизнес, это государственные и частные организации, которые сегодня в той или иной степени заинтересованы в создании вот этой среды. Один из способов развития патриотизма, к примеру, в школе – музейные экспозиции и выставки. Они помогают ребятам наглядно ознакомиться с историей, подвигами наших дедов и прадедов. Но самое главное – это визуализация того, что без прошлого и его почтения не будет будущего и его развития. Четыре выставки, которые расположены в среде нашей школы, они являются тоже формой, определенной формой взаимодействия с учащимися. Живым образом и неформальным в том числе можно сегодня подавать тему нашей исторической преемственности и заинтересовать ребят в том, чтобы они личностно в этом участвовали. И поэтому я считаю, что создание музейной среды и необходимость целенаправленной этой работы требует сегодня особого подхода. Деловая часть форума «Воспитываем патриота» была посвящена объединению органов государственной власти, органов местного самоуправления Пермского края, учреждений образования и культуры и некоммерческого сектора в сфере духовно-патриотического воспитания для выработки общих подходов к развитию патриотизма. Патриотизм и кадетское образование неразрывно связаны. Мы много добились, однако остались неурегулированные следующие моменты. Необходимо создать систему поощрения лучших в сфере кадетского движения. Надо решить юридический вопрос по статусу кадетских организаций. Необходима серьезная работа над разработкой стандартов примерных рабочих программ кадетского образования. Необходимо продолжить работу по укреплению материально-технической базы кадетского движения. Один из успешных проектов в этом направлении – открытие первого в регионе Зонального центра военно-патриотического воспитания. Основная задача – максимально подготовить юношей к военной службе. Это новый подход к проведению обязательных учебных сборов для допризывников Пермского края. В рамках реализации Краевого закона о патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края, предусмотрено развитие сети Зональных центров подготовки молодежи к воинской службе. Зональный центр является важным звеном краевой системы военно-патриотического воспитания кадетов. Радует, что при поддержке правительства, законодательного собрания, администрации губернатора Пермского края открыт первый краевой Зональный центр в Чайковском. Вступив в ряды кадетов, юно-армейцев или суворовцев, школьники открывают для себя много возможностей и занимаются различными видами деятельности. При этом у них формируется устойчивая гражданская позиция, чувство верности Отечеству и чувство личной ответственности за судьбу своей семьи, своей малой родины и своей страны. Слова, которые он говорит, что очень важно воспитывать в молодежи ответственных граждан России на основе наших традиций, традиций нашей культуры и нашей истории. И, наверное, главным инструментом в этом деле служит память. Память о подвигах, героях и событиях. Я считаю, нет ничего важнее памяти, ведь без уважения к прошлому нет будущего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok